всем привет я постников алексей меня уже представили поэтому давайте перейдем к теме моего сегодняшнего рассказа рассказать я хочу о предсказании движения объектов в основном мы интересуемся предсказанием движения людей и автомобилей я хочу начать с того чтобы поговорить о том зачем где и как вообще это применяется в среде автономного автономной навигации существует уже сложившийся классический пайплайн автономной навигации у каждого робота будь то это маленький автономный робот мобильный перемещающийся по тротуару или будь то это большой серьезный беспилотный автомобиль перемещающийся по дорогам есть набор сенсоров при помощи которых он робот получает набор сырых необработанных данных эти данные попадают в систему которую мы называем системой персепшена в ней работают алгоритмы детекции сегментации прогнозирования глубины и набор других алгоритмов затем эти уже обработанные структурированные данные попадают в систему предикшена о которой как раз я и мой коллега следующий спикер будут сегодня рассказывать задача этого модуля предсказать то каким образом изменится окружение вокруг нашего робота в ближайшее будущее и затем уже все эти данные попадают в систему планирования траектории движения которая на основе тех данных которые предсказывают prediction генерирует наиболее безопасный и быстрый маршрут и опять же повторюсь по большей части за счет того что наша система предикшена умеет достаточно корректно предсказывать то как изменится вокруг ситуация вокруг робота именно поэтому система планирования может более безопасным образом планировать свой путь сейчас на слайде будет показана система визуализации с последнего tesla и я и дэй вы видите красным показано беспилотный автомобиль зеленым показан путь который автомобиль планируют выполнить желтым показан активная машина которая ездит с обычным человеком внутри сейчас мы видим то что наш автомобиль принимает решение проехать первым это достаточно узкая дорога на которой есть одна свободная полоса и каждый раз в виде встречного автомобиля мы должны принять решение хотим мы уступить дорогу или мы должны проехать первым сейчас мы видим новый встречный автомобиль который едет достаточно быстро и тут возможно два сценария либо этот желтый автомобиль остановится и пропустит нас либо он проедет первым в данном случае система предсказания траектории движения сообщила нам то что с Наибольшей вероятностью автомобиль проедет первый, и поэтому беспилотный автомобиль Tesla должен был пропустить его, и он перестроил свой маршрут таким образом, чтобы избежать столкновения. Теперь давайте поговорим о том, какие бывают виды и форматы предсказания будущего, и вообще как это можно сформулировать. Поскольку мы работаем в сфере автономной навигации, то обычно наиболее популярный формат прогнозирования данных, формат прогнозирования будущего – это предсказание одной траектории. То есть для каждого динамического объекта мы предсказываем одну наиболее вероятную траекторию. Но, как мы все, пожалуй, с вами знаем, человек достаточно хаватичное существо, и порой бывает достаточно сложно и практически невозможно точно предсказать, как человек будет действовать дальше. Например, если вы водите автомобиль, то, наверное, зачастую встречали ситуации, когда водитель совершает резкий маневр без включенных поворотников, и заранее спрогнозировать это практически невозможно. Поэтому для того, чтобы решать подобные задачи, можно прогнозировать не одну наиболее вероятную траекторию, а сразу набор нескольких траекторий. Помимо этого, в литературе часто встречаются методы, которые прогнозируют будущие траектории в виде набора баундинг-боксов, либо это может быть набор статистических распределений, обычно это набор гауссоид. Либо также можно предсказывать прям карту будущего, в котором показывается, где и в какой момент будет занято это пространство. Также хочется отметить то, что за последние 2-3 года появилось большое количество новых общедоступных датасетов. В данном случае появилось 7 новых датасетов. Два из них в прошлом году, три уже в текущем году, в том числе от дочерней компании Google, которая занимается беспилотниками, компания Waymo и от компании Яндекса. Переходя ближе к алгоритмам, существует большое количество алгоритмов, которые решают вопросы, предсказания, траектории движения. И сейчас я расскажу вам только один из них, который основан на глубоких сетях. Если вы хоть как-то связаны с темой глубокого обучения, то наверняка уже слышали, что в последние годы появилась новая модель архитектуры, которая показала свою эффективность на больших данных. Это модели, связанные с механизмами attention, либо просто трансформерной архитектуры. Появились они в задачах NLP, задачах обработки речи, но в последние годы они завоевывают свое пространство практически во всех остальных задачах, где и есть большие данные. Итак, в нашем случае мы тоже решили попробовать применить трансформерную архитектуру. Так в этом году небезызвестная компания DeepMind опубликовала новую архитектуру, которая эффективно умеет справляться с обработкой различных мультимодальных данных. Эта модель основана на двух механизмов. Это self-attention и cross-attention. В данном случае входные данные в модель обрабатываются при помощи механизма cross-attention, что позволяет сохранять значительно меньший размер внутреннего пространства по сравнению с размером входных данных. И это решает одну из главных проблем в трансформерах. Это квадратичную зависимость в вычислительных ресурсах, требуемых для обработки входных данных. Если попытаться каким-то образом интерпретировать то, как работает эта модель, то можно сказать, что мы итеративно пытаемся из входных данных выявить, какие полезные данные нам нужны. И мы итеративно, шаг за шагом, добавляем в свое внутреннее представление окружающей сцене новые данные. Так, например, в самый первый начальный момент времени, когда еще модель не видела никаких данных, она уже имеет обычно сгенерированным, либо случайным образом, или обычный вектор внутреннего своего представления. На первом этапе поступления новых данных модель создает матрицу запросов, матрица query, которая можно интерпретировать то, что она опрашивает входные данные. И так, шаг за шагом мы опрашиваем новые входные данные. Но уже с каждого шага, начиная после первого, матрица этих запросов генерируется таким образом, что мы знаем информацию от предыдущих источников данных. То есть это можно интерпретировать то, что модель каждый раз пытается уточнить какие-то уже более тонкие моменты из входных данных. И это тоже одно из основных отличий подобного подхода по сравнению с другими. Подобная архитектура из cross-attention и self-attention стыкается n раз, после чего делается прогноз о том, какой модели это необходимо. Мы решили адаптировать подобную архитектуру под задачу предсказания движения траектории, предсказания траектории, поскольку у нас есть несколько различных мультимодальных источников данных. Это, в первую очередь, карта окружения, история наблюдений за всеми соседями, которые существуют вокруг нашего агента, и история наблюдений и позиций самого агента. Для каждого из этих различных источников данных мы используем отдельный модуль cross-attention, объединяем их, и дополнительно мы добавили два модуля, это goal decoder и trajectory decoder, которые, соответственно, предсказывают набор наиболее вероятных целей, куда может пойти наш агент. И уже затем, зная цели и закодированную информацию о окружении, мы предсказываем, мы восстанавливаем траекторию движения этого агента. В нашей работе, которая скоро будет опубликована, мы показали эффективность и эффектность работы данной модели. Мы получили результаты, которые сопоставимы с State of the Art, но, однако, данный подход имеет преимущество за счет того, что мы можем практически без изменения структуры самой модели использовать дополнительные источники данных. Например, в нашей области зачастую могут быть поинт-клауды, у которых большая размерность, и при помощи подобного метода мы можем эффективно добавлять эти данные в систему предсказания. Проанализировав ошибки, которые делает модель, которые сейчас вы видите на слайде, мы пришли к выводу, что в большинстве случаев, то есть в более 50% случаев, точность прогнозирования позиции человека через 5-8 секунд составляет меньше 1 метра. То есть мы предсказываем с точностью 1 метр в большинстве случаев. Однако существует небольшое количество сценариев, при которых мы получаем большие ошибки. И опять же это связано с тем, что человек достаточно сложная сущность для того, чтобы прогнозировать его движение, он достаточно хаотичный. И это косвенно говорит о том, что данная область будет актуальна еще в ближайшие годы, это точно. Помимо прочего, хотелось бы отметить то, что мы оценили эффективность работы нашей модели на недавно закончившемся, буквально два дня назад, соревновании Shift Challenge от компании Яндекс. На этом соревновании мы оценили эффективность той модели, про которую я рассказывал, с небольшими модернизациями. И наша модель показала наилучшие результаты точности прогнозирования движения автомобилей в городской среде. Это была тематика этих соревнований. И мы заняли первое место на нем. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Буду рад ответить на ваши вопросы. Алексей, спасибо огромное. Вопросов по вашей презентации не поступило. Поэтому спасибо вам огромное, Алексей. Благодарю вас за прекрасное выступление. А мы идем дальше. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok